МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но все-таки мы сегодня встретились, и мы сегодня будем говорить об итогах конкурса «Активное поколение». Ну, вполне логично. Мы его тут анонсировали в той же компании. В той же компании, да, также весной мы встречались, говорили в будущем времени, сейчас будем говорить прошедшим. Да, логично, собственно, поговорить о том, каковы результаты. Но все-таки мы должны напомнить, что же за конкурс такое «Активное поколение», иначе слушатели нас могут многие и не понять, о чем это мы здесь. Да, Владимир Иванович? Активное поколение. Ну, напомню, что это конкурс малых грантов. Он объявлен и уже стабильно работает на протяжении ряда лет благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. И если начинался, я тогда уже это рассказывал, начинался он как региональный северо-запад, в Санкт-Петербург в основном, то сегодня это фактически федеральная программа, потому что больше 40 территорий уже включены в этот процесс, в этот проект. А по нашему блоку идет 10 территорий. Из Приволжского федерального округа? Да, там уже даже и тоже за рамки вышло, потому что есть и Оренбургская область, то есть там и Урал присутствует. То есть очень широкая территория. Вот федеральный оператор это Самара, где является, ну как юридическое лицо, фонд благотворительный «Хорошей истории» он называется. Такое название, да? Хорошее название, да. Хорошая история. Послушать не хотите ли? Ну и, да, собственно, смысл данного конкурса в том, чтобы поддерживать инициативных людей. Именно активного возраста, то есть пожилых людей. Пожилого возраста, инициативы которых направлены опять-таки на людей такого золотого возраста, да? Да, да прежде всего. Так все-таки золотого или серебряного? Нет, он серебряный. Он серебряный, да. Вот по Самаре и по стране, также и в Питере именно принято вот такой термин. Термин серебряный, да? Ну по цвету наших волос, да? Да, серебряный возраст, вот он, вот я. Тогда золотой уже непонятно это кто. Да, да, а серебряный возраст это очень хорошо. Серебряный альянс. Ну и красивое слово, вообще серебро, красивый металл. Да, конечно. Без сомнений. Ну и вот стартовал он в 2017 году, там с некоторыми изменениями. Я рассказывал о том, как было в 2016 году, что было впервые такое, что приняты были вот к конкурсу инициативные группы. То есть не только юридические лица, но инициативные. Но был ограничен вход в этот проект, и были к нам нарекания из-за этого казенные учреждения. То есть бюджетные могли, но вот конкретно казенные не входили в этом году. Хотя в чем разница? Там есть разница, это такая не чистая и юридическая. Они, в принципе, делают одно и то же дело-то. Вы знаете ведь, хозяин-барин. Просто верно. Оператор, собственно, организатор, да? Да, конечно. Но в этом году казенные участвовали, как я понимаю. А в этом году казенные участвовали. Потому что я вижу, даже по списку победителей, там МКУК, значит, сам КУК, это казенные. У них прорыв был прям, действительно. Ну и вот. Заявки принимались, напомним, до... Да. Там было... До конца объявлен. С 13 апреля по 22 мая 2017 года. До 17 часов. То есть жесткие очень временные рамки. Но мы к этому готовились, в том числе и вы нам помогали. Поэтому все средства массовой информации достаточные. Плюс другие источники, как бы доставки информации до потенциального вот участника, они были использованы. Это и советы ветеранов, это и администрации муниципалитетов. Муниципальных образований. Да, да, да. И наш партнер, Министерство социального развития. Это очень активное у нас министерство. Да, через свои учреждения. То есть, вот фактически мы использовали все каналы. И если вот в прошлом году у нас был самый большой объем заявок, 36, поэтому там чуть ли не больше половины, чем от всех остальных. Регионов. Да. То есть, то в этом году, значит, был, вот мы считаем, что это с Натальей Ивановной Шитько, что это наша заслуга. Руководителем общества знания, да. Что прорыв и у других территориях. То есть, вот мы уже в этом году 29 заявок получили. То есть, мы как бы уже получилось сбавили. Вот. А в других территориях повысили. Так что, как это говорят, нет. Ну, там, поярно, сколько читал больше 200 заявок, в общем, от 10 регионов. Да, да. Ну, вот с учетом того, что, значит, мы, во-первых, сработали так активно в прошлом году. И там был принцип, как всем сестрам по серьгам. То есть, всем было по 400 тысяч. То в этом году, с учетом, вот, обсуждения и на уровне фонда Тимченко, значит, был приведен определенный рейтинг. И вот Кировская область получила денежек больше всех. То есть, наша цифра, ну, вот если 400 в прошлом году, в этом году 745 тысяч. Почти в два раза больше. Почти в два раза больше. Чуть-чуть бы в два раза больше было бы, да. И там Пермский край уже 645, там Ульяновская 400, Нижегородская 595. То есть, мы получили больше всего денег. То есть, такой получился, если не получилось количественного скачка, получился качественный, то есть, да? Да, да. Больше сумма на проекты. И мы снова вот профинансировали, то есть, подали. То есть, сначала же, как я уже и тогда рассказывал, напомню, что сначала идет региональный экспертный совет. И который вот эти все заявки тщательно проверяет. И по определенным канонам, значит, проставляет оценки, баллы. Ну, напомните, пожалуйста, что за люди участвовали в выставлении оценок проектом? А, ну это, ну, во-первых, значит, присутствовали разные структуры. То есть, это государственное в лице, значит, Министерство социального развития, Ирина Владимировна Шансина, заместитель министра. Затем входило, там, главный специалист Министерства внутренней политики. Внутренней информационной политики. Да, внутренней информационной политики. Затем это, значит, представитель общественной палаты. Далее Олег Ткачев. Руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций. Да, дальше Михаил Плюснин, ну, и правозащитник, и член общественной палаты. Наталья Катаева. В представлениях не нуждаются, да? В представлениях не нуждаются Наталья Знается и Катаева. Да, то есть, вот, компетентность вряд ли. Ну, и вот, к сожалению, значит, ваша коллега должна была... Вы имеете в виду нашего главного редактора? Да, вашего главного редактора. Ну, вот, конечно, бы было тоже это очень хорошо. Ну, я думаю... Но справились, в любом случае. Справились. Дорогу оселит идущие. Еще не все... Чего не все потеряно. В следующем году это будет. А вот интересно, в процессе оценки, там, субъективный ведь фактор, да, тоже, наверное, имеет место быть? Какая-то борьба, спор какой-то идет между участниками жюри? И в этом, и в прошлом году, значит, в общем-то, были и дебаты, и споры, но там критерии достаточно-таки объемные, и поэтому... Все равно зависит, как бы, от личного отношения. Конечно, конечно, поэтому и обсуждали, и голосовали, значит, мы, как представители, ну, оператора, мы не имели права вмешиваться. Поэтому здесь работали только члены совета. Давление может быть какое-то на членов совета? Да нет, в данном случае, значит, во-первых... Или не давление, а наоборот, что-то хорошо. Я, наверное, сразу вам скажу, что, во-первых, это на общественных началах они работают. То есть это уже, наверное, говорит о том, что, значит... Люди серьезные, в общем, ответственные. Люди серьезные относятся к этому именно профессионально. Поэтому, конечно, вот я как 20 лет проработавший в соцзащите, мне, например, тоже бы, как бы, хотелось приоритетно, может быть, свои центры соцобслуживания. Но вот как раз Ирина Владимировна всегда очень объективно подходила к своим детищам. Ведь замминистра как раз курирует эти учреждения. И вот если там в прошлом году у нас Вятские поляны, центр соцобслуживания комплексный, он выиграл и участвовал там у нас в Итоговом, то вот раз у них уже был опыт, и они сделали очень интересный, очень такой содержательный, еще даже добавлю, вкусный проект, потому что связан с кухней. Жить со вкусом. Да, вот именно. То Вятские поляны вот снова прошли. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, а затем, собственно, уже озвучим этих хороших, смелых людей. Поговорим, собственно, обрисуем каждый проект, что собой представляет. Продолжается «Мужской понедельник». Мы беседуем с Владимиром Карабановым, координатором проектов Кировской областной общественной организации «Знания». И говорим мы об итогах очередного конкурса «Активное поколение». Все верно? Опрос Николай сейчас заметил. Да, у нас на сайте группы ВКонтакте размещен опрос был к этой программе с очень простым, с таким заданием для наших слушателей. Вопрос такой. Об образовательных программах для пожилых людей в городе Кирове. Три варианта ответа. «Знаю, интересовался». Второй вариант. «Что-то слышал, но подробности я не помню». Третий. «Ничего не слышал». Они что, есть? Удивили меня результаты голосования на сайте «Кирова.ру». Востребован только лишь один вариант. За другие не голосуют. «Что-то слышал, но не помню подробностей». Вот так вот. Видимо, спамят всего что-то. Да нет, просто, видимо, слушали. У нас же здесь подробности слуха не уловили. И на странице ВКонтакте лидирует вариант ответа «Ничего не слышал, а они есть» со знаком вопроса. Сейчас, собственно, мы будем говорить о том, что они есть, и чтобы потом уже не говорили, что мы что-то там не слышали. Если время останется, я думаю, о других программах еще и упомянем. Они действительно есть. Упомянем, простите. Ну и давайте к тем победителям, к тем десяти, да, проектам из Кировской области, которые в этом году выиграли активное поколение. Да, то есть допущены к финансированию. Ну вот если еще сказать, что из 29 было заявлено, из 13 муниципальных образований и города Кирова. Ну и вот это были областные и муниципальные учреждения, культуры, образование, социальное обслуживание, физической культуры. То есть видите, какой спектр. Инициативная группа, я смотрю, у нас была. То есть всего 15 учреждений. Затем это 7 НКО, то есть не государственных. Не коммерческих организаций. И 7 заявок были. От инициативных групп, да? Да, от инициативных групп. То есть как бы без образования юридического лица. То есть, как видите, были опять представлены. И вот как я уже говорил, что в этом году больше был, вернее, прорыв был казенных учреждений. Ну и вот если территория, это Кирово-Чапецк очень активно. Я предлагаю по порядку прям пройтись. У нас время, я думаю, есть. А, ну хорошо. Это бы несколько слов о каждом, да, рассказать. Начинаем? Ну давайте. Николай, с самой верхушки. Ну вот. Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с детьми, молодежи и семей Калейдоскоп». Проект называется «Активное поколение. Семейное волонтерство». 95 тысяч рублей, да. Сумма гранта. Это о чем? Это о чем проект? Поясните, пожалуйста. Ну это связано как раз с волонтерством, которое оказывает помощь в семьях. То есть волонтерство рассматривается фондом как одно из приоритетных направлений. Но прежде всего это, конечно, касается, раз проект называется и программа «Активное поколение», то есть участие пожилых людей самих. То есть как бы такие пожилые люди в качестве волонтеров выступают, да? Да, в качестве волонтеров, но не преследуется, а наоборот поощряется, содружество поколений. То есть в данном случае... А вот этот волонтер, вот представитель серебряного возраста, да, как мы тут уже назвали, он с кем работает-то непосредственно? Он работает с... ну как, если по социологии микросоциум, да, называть, то есть микрорайон. В прошлом году активно Первомайском у нас вот этот победитель был. То есть это, во-первых, вот заречные районы, например, отдаленные, так скажем, вот... Сельские территории наши, да, города Кирова. И вот городские вот эти Первомайского района были, и, значит, Ленинского района. А далее это вот, как я уже и называл, отдаленные районы самой области. Поэтому... А в чем суть-то работы? Что это? Какого рода помощь? А это различные виды помощи. Так же, как вот, например, если говорить, есть социальное обслуживание, есть службы, есть там надомные и так далее. А, ну, то есть это визиты, в том числе, на дом, общение, выяснение, в чем по хозяйству, в чем нуждается человек. То есть, значит, например, есть стабильная благотворительность, а есть ведь участие волонтеров вот в каких-то разовых, значит, мероприятиях, акциях. Поэтому в данном случае центр, работая уже с подобной категорией, то есть семья рассматривается сразу же, как несколько поколений. И вот совместная вот эта работа, привлечение, ну... То есть такое семейное волонтерство, как название упомянуто, собственно, да? В этом смысл. Поэтому и, значит, тут и воспитательные моменты присутствуют, и поэтому вот то, что уже у нас вот в практике существует, это очень и очень, ну, и положительно, и полезно. Далее следует. Ассоциация «Округлый штол» детских молодежных общественных объединений Кировской области. Проект «Время Созидателей». 90 тысяч рублей. «Время Созидателей» — это вот как? Ну, это имеется в виду активность, ну, как вот в прошлом году был форум, он назывался как-то или гражданская активность. Ну, суть была, что привлекли, тогда вот в «Авангарде» были, но я участвовал там. Дворец молодежи на нем. Да, дворец молодежи, значит, все, кто, ну, вернее, не все, а постарались собрать тех, кто так или иначе проявляет вот эту активность в отношении, ну, гражданского общества, людей, которые живут рядом, близко, соседей. Там были различные категории населения, различные направления проектов. И вот эти вот все, кто, ну, как раньше в коллективе, например, я не знаю, может, и сейчас есть, «Актив» назывался. Так вот это вот привлечение и сбор вот такого актива. А дальше и его пропаганда вот этих вот, значит, проектов, чтобы они их знали. Вот опять же, отвечая тем, кто сказал, не слышал, не знаю, ничего, информации, по-моему, достаточно было. Вот, ну, по крайней мере, и в прессе, и везде, и людей было очень много. И, опять же, категории от мала до велика. То есть, это были инициативы в отношении ребят, ребятишек, значит, там, нуждающихся в особой заботе, так скажем. И поэтому это и привлечение, потому что везде, вот, что характерно, и вот в прошлом, и в этом году, участие или привлечение администрации. То есть, муниципалитетов, прежде всего, и их участие. То есть, главное, что есть инициатива, вот так же, как мы тогда говорили с вами, что это очень здорово, как вот эту беседку Бориса Черкова. В Нолинске. Да, в Нолинске. А ведь это дальше будет работать. И когда уже начали люди вот это делать инициативно и, ну, как бы, ну, сами по себе, то есть, с привлечением вот средств фонда. А муниципалитеты-то подключаются, то есть, и участвуют уже, и, значит, и денежки дополнительные, и люди. Ну, для них это тоже уже показатель, что вот если на их территории происходит что-то хорошее, да, им это в зачет идет. Ну, конечно, им тоже это в зачет идет, безусловно. То есть, вот в этом еще очень такой смысл-то очень важный вот таких грантов, что идет как бы вот этот человек, значит, богатый благотворитель, приветствует, значит, вот эту инициативу, но дальше-то она расширяется и продолжает. В общем, на самом деле, созидатели. Да, созидатели, кстати, как раз мы это слово говорили, когда вот про эту беседку говорили, как раз про созидание у нас речь шла. И белые колуницы также было еще в ряде, когда давали, например, вот, ну, как там, СП называется, пилорама. И они помогают досками. То есть, они денег не дают, но это же те же деньги привезли, значит, чтобы скамейки сделать. Или там рабочего на день дадут, там, или на несколько дней. Ну, это так вообще принято, да, то есть помогают активно. Вот это все, все вот это вот рождает созидание. Есть лавочки в белой колунице, есть там аллея, есть вот эта же, значит, вот беседка на Линске. Где-то мостики, где-то также мостики строят. Спортивные площадки и так далее. То есть, поэтому вот все вот эти направления, они очень важны. Так, давайте не будем уделять вниманием следующих. Дальше Марковский, да, Марковский сельский дом культуры. Тоже это участники прошлогодние у нас. Там мольба была Марковская, значит, то есть, они вот этот вспомнили. Простите за невежество, это где? Это Кирово-Чапецкий район. Да, это сельский дом культуры. То есть, это тоже глубинка. Поэтому вот и мы-то, почему, ну, может быть, нас вот и поддержали, поощрили, потому что в прошлом году у них сразу было заявлено приоритет сельских территорий и отдаленных населенных пунктов. И мы вот этот принцип, мы его выдержали. То есть, старались, чтобы вот попали-то больше вот эти, где... Ну, все равно в Кирове больше ведь возможно. Ну, да. И денег больше гуляют и так далее. В отдалении от цивилизации, да. А вот этот проект у них называется «В горнице моей светло». Он как вот... Да, объясняю. Значит, очень он тоже интересный. Они в прошлом году вот с этой мольбой собрали людей. Потому что это было... Ну, когда-то такой обряд был. Призывали, чтобы урожай был там, значит, или чтобы засухи не было. Или на дождь дождя не было. Или чтобы дождя не было, скорее, в этом году. Вот. А теперь они написали проект, в котором... Там была кинобудка. Вот. Ну, представляем, что это такое. И оно стало пустое место. Ну, как в смысле... Как почти везде, собственно, да. Да. И вот, значит, написали проект. Самое главное, что есть уже люди. То есть актив, вот пожилые, которые готовы это все делать. И есть партнеры. То есть вот выстраивается технология реализации этих проектов. Вот еще это что же полезное. Что уже вот отработав раз, значит, и получив поддержку, значит, можно дальше. И вот они из этого вот как бы брошенного... Они с кинобудкой-то что хотят сделать? Вот горница. Вот горница вот эта вот. Вот это горница для встреч, для всевозможных вот таких вот акций добрых. Все такое облагороженное место, куда приятно приходить, общаться. Да, просто место для общения. Да, место для общения, да. Вот в горнице мое светло. То есть светлица, как бы вот. То есть это опять традиции. Это русские традиции. И, значит, вот члены совета очень хорошо к этому отнесли. Давайте теперь как раз к самому вкусному проекту переходим. Давайте в Вятские поляны отправимся. Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения. «Жить со вкусом» называется проект, на который они получили 65 тысяч. Да. Вот хочу еще про финансирование это сказать, что там максимальная цифра была 120. Вот. Но, во-первых, мы здесь уже можно употребить глагол требовали. То есть все четко обосновывать. И поэтому, конечно, можно всем было просить 120, да. Но если есть реальные затраты, есть реальные расчеты, то почему бы, если мы укладываемся, например, с вами там 80 тысяч. В 95. В 95. То, значит, вот и давайте так. А за счет этого мы можем, вот мы ведь снова опять сработали, у нас больше всех проектов профинансировано. И они ведь все в том году были реализованы 10. И снова нынче, ну, по крайней мере, надеемся, что это все получится. Так, ну, давайте до рекламы все-таки. Кто там живет-то со вкусом в Вятскополянке? Вот. Ну, во-первых, это комплексный центр, значит, который работает с различными категориями населения. Ну, очень большая масса – это пожилые люди. Они и по количеству, сами знаете, значит, наиболее количественная высокая. Ну, понятно, да, большая доля. Ну, и вот. И, значит, в прошлом году, когда они работали по тому проекту в отделении постоянного проживания, ну, это как мини-дом престарелых, вот, который вот на Ленина 200, я уже сразу это имею в виду, в Кирове всем известен. Вот, а это маленькие, и они там проект-то был, значит, создали их же силами, ну, с помощью проекта уют домашний. То есть превратили вот это казенное учреждение там с зимним садом, с альбомом, с семейными фотографиями, и, то есть, с фильмами, с обсуждением старых фильмов. Ну, и суть по названию с кулинарией еще. Это тогда, да. А сейчас вот, ну, и они, у них партнерство очень хорошее было с кадетским классом, нет, там, по-моему, даже этот корпус, ну, типа корпуса, то есть побольше. И вот эти ребята взяли шефство над этим, значит, домом, и целый год вот они работали с ними вместе. И ведь существует очень много у каждого, даже, может, и у нас с вами, ну, какие-то вот не потайные, а, наверное, такие-то рецепты, блюд и так далее, которые было бы интересно... У каждого есть свое фирменное блюдо, да. Вот-вот-вот. И, значит, вот здесь это жить со вкусом, что еще, кроме этого, еще есть вот кулинарное искусство с привлечением, а это денежки вот на оборудование там... Чтобы все это можно было приготовить, да. И вот поддержали снова, хотя тоже второй раз, но... Но там же нет ограничения, что раз в раз... Нет, нет, ни в коем случае. И уже больше ничего не будет. Ограничение в том, что если он работает по тем критериям, то есть он для пожилых людей и с их участием... Если он реально работает, то почему его не продолжать? Пора сделать нам небольшую рекламу. Владимир Карабанов, наш гость, координатор проекта в Кировской областной общественной организации знаний. Продолжим через минуту. Следуем далее. Десять проектов из Кировской области получили поддержку в рамках конкурса «Активное поколение». Мы каждому вот хотим уделить внимание и продолжаем все-таки просить нашего гостя, Владимира Ивановича Карабанова, о том, чтобы он рассказал немного о сути этих проектов. И мы подошли уже к чему. Вот это как раз, да, фонд поддержки развития детей «Лабиринт». Проект с интересным названием «Суперстар плюс». Это вот как вот? Ну, во-первых, название так обсуждалось, значит, и когда мы еще консультировали. «Суперстар» — это от слова «немолот». Да, конечно, но «стар» — еще и игра слов. Ну, понятно, да. То есть звезды. Он еще и светит. Да, и светит, и, значит, и греет. И поэтому вот здесь, вот я говорил о сотрудничестве поколений, «Лабиринт» — центр развития детей и юношества, но в данном случае они как раз будут работать и готовы работать с серебряным возрастом, то есть с пожилыми людьми. А это где? Город? А это в Кирове. В Кирове? Да, это Кировский центр. То есть вот этот проект направлен на межпоколенные связи. То есть это тоже важное очень направление, и мы уже с ним вот работали. А далее это повышение активности людей социальной. Идея-то в чем? И почему? Вот я ведь тоже все их читал внимательно. Конечно. Да и название такое откуда взялось, да, вот именно. Значит, фишка-то в чем? Они работают по разным направлениям с ребятишками, то есть по развитию. Но у всех этих ребятишек, опять же, есть семьи. И есть бабушки, есть дедушки. И вот этот громадный опыт, их знания, их умение, например, участвовать в воспитании и так далее, руководство решило, вот написав этот проект, применить и привлечь их к процессу, который происходит в самом лабиринте. То есть это тоже уже волонтерство. Естественно, это уже добровольно, никто же насильно туда никого не заведет. Но ведь так же, как вот мы уже в разных проектах привлекали, ведь человек, который имеет опыт, он агроном, он учитель, он врач, он конструктор и так далее. Сколько ведь всего он знает, у него есть опыт и так далее. И вот на занятия, значит, привлекать вот этих вот активных пожилых людей-волонтеров. То есть там идет такая, как бы, вот работа там в кружках и в секциях, и туда приходят чьи-то дедушки, чьи-то бабушки, прадедушки, прабабушки. Азуш-суперстар, значит, уже прадедушки пошли и как бы вот рассказывают по теме, делятся опытом, помогают им. А еще-то это создание, вот что такое суперстарт? Создание совета. То есть такой, знаете, как старейший. Совет старейший. Аксакалы собираются, да. Да, и, значит, вот помогают и участвуют, значит, но фишка в том, что это не чужие, а это дедушки, бабушки, воспитанники. Поэтому вот главный смысл. Светлая такая идея, да, очень хорошая идея, на самом деле. По списку и отправление, если куда, в Лузу? Да, муниципальное казенное учреждение, городской спортивный комплекс города Луза. Проект полный энергии. Ну, слушай, это вообще классно. Ну, это самый большой грант, видимо, за 100 тысяч рублей. Ну, самый большой из тех, которые у нас тут есть, да, 100. Ну, не намного больше, да. Но все равно 100, круглый. Полный энергии. Ну, видимо, проведение занятий физкультурой, так полагается? Прежде всего, конечно, это создание условий для вовлечения в спортивное, оздоровительное направление, мероприятие. Вовлечение, простите, Владимир Владимирович, слово какое-то с негативной окраской. Ну, такая приобщение. Приобщение, да. Приобщение. Согласен с вами, согласен, конечно. То есть, значит, ну, еще почему? Вовлечь в игру, иди ко нам. Иди, хочешь, поиграй, вот на тебе мячик. Вот это уже, как, бывший учитель русского языка, литературы. Полный энергии. Ну, то есть, приобщать их будут, да, к занятию спортом? Именно на базе вот этого спорткомплекса? То есть, через участие в работе спортивного клуба. И волонтеров, вот как его и назвали, они, энергия жизни. Ну, и специальный вот этот вот, его еще нет такого клуба, а есть центр, где есть направление и так далее. То есть, база вот есть, место есть. База есть, есть люди, которые желают это помочь, сделать и так далее. И вот этот клуб серебряных волонтеров станет координатором, инициатором, координатором массовой работы. Ну, тоже слово может быть. Да, нормально, главное, чтобы понятно. Потому что даже, ну, вот у нас это было ведь в Котельниче, вот в прошлом году Котельниче еще, где готовили инструкторов, ну, вот этого же, скандинавской, да, этой знаменитой ходьбы. Значит, и дальше проводили вот эти волонтеры, инструкторы в микрорайонах, возле домов. Там площадка была тоже под этот проект сделана. А потом и в других. И если начали, там, например, с 10-15 человек, то к финишу это ведь, опять же, не предполагает, как помните, это пишем там два, ну, реально два, рисуем 20. На самом деле было увеличение, потому что люди-то узнали друг от друга через информацию, вон, как сарафанное радио. Так оно и есть, бабушке сказало, самое могучее радио у нас, да. Так, я предлагаю ускориться все-таки, простите, у нас остается 4 минуты и 4 у нас еще. Вот у нас инициативная группа, вот о том, о чем мы говорили, инициативная группа поселок Оричи. Да, а это вот... С проектом, да, здравствуйте, театр. Да, здравствуйте, театр. Кувалдина Лидия Николаевна, руководитель, это инициативная группа. Значит, я ее очень хорошо знаю, она директором у нас центра была, Оричевского. Во всех участвовала, во всех проектах, сама находила еще тогда. Там и где на уровне федеральном и так далее. И вот это реализация творческих наклонностей. Немножко напоминает, мы с вами тогда обсуждали, помните, первый раз... Театр для пожилых. Театр для пожилых, вот. А здесь у них через вот партнерство... Это кукольный. А, кукольники. Это кукольный, да, это кукольный театр. Вот. И центр соцобслуживания выступает здесь и партнером, и, значит, помощником. И в трех стационарах, а в Оричевском районе, три, вот как в Вятских полянах, значит, в Вятском полянском районе, три таких вот стационарных учреждений, где постоянно живут. Потому что если отделение дневного пребывания, люди только приходят и уходят, а здесь они живут. И они готовы. Ну, вернее, значит, вот как в Вятских полянах мы убедились. То есть... И они давать будут представления, да? Будут давать представления. В учреждениях. То есть, да. Так они и гастролировали. Как они себя и, ну, показывали-то, вернее, что это веселое ярмарочное искусство. Так что будет весело. Давайте заглянем теперь в Малмыш. Малмыш, Малмыш, да. Живая легенда, проект называется. Да, центральная библиотечная вот эта система. У нас, да, культура тоже нынче очень присутствовала в виде вот библиотек. И здесь это вот то, что по крохам собирается память о тех, кого уже нет давно и так далее. То есть, как это, сборник живых вот этих легенд. То есть, вне зависимости, это ветеран? Вне зависимости. Это могут быть участники войны. Это могут быть труженики тыла, дети войны. А, но все-таки с войной связано, в первую очередь. Связано с войной, потому что мы, ну, никак, наверное, не обойдем эту тему. И слава богу, что не обойдем. Да, я и говорю, да. Ну, и в то же время они здесь подключают дети, юношество, значит, молодежь, которые будут использоваться, или, вернее, они будут участвовать в качестве исследователей, в качестве вот собирателей. А потом, видимо, презентация некая, да? А потом презентация. На публику, в тех же школах. Да, значит, используют они систему свою центральную библиотечную. Есть, значит, компьютеры там и так далее. Интернет есть. То есть, для того, чтобы потом это все и террорировать, во-первых, и информировать людей. Чтобы просто в доступе это было, нужно было узнать. То есть, некий ресурс должен появиться. Время мало, но, к сожалению, вот мы ведь тоже участвовали, депутат Госдумы, знаете, про сочинения-то ребятишек, вот второй год. Десять человек. Азимов-то. 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 С Артеком. Да, вот ваш покорный слуга был председателем этой. И вот мы сто с лишним работ проверяли контрольных. Вообще прелесть. То есть, сочинений о своих прадедах и так далее. То есть, вот для меня, например, я когда читал, перекликается с этим. Так, ремесленная палата Кировской области. Проект «Вятские родники». Да, это очень тоже хороший, интересный, поэтому... Это настоящие родники имеется в виду, или это... Нет, это не настоящие родники, а это речь идет о вот ремеслах. И, опять же, если там, мы говорили, например, учитель, врач, свой опыт, а здесь ремесленники. Это могут быть, значит... Ну, понятно, понятно. У нас же раньше были очень горшки, там, капа, корень, там, шкатулки, матрешки, роспись, резьба. Поэтому у них целевая группа – это и пожилые люди, и инвалиды, и дети. И, значит, что они используют вот возможности своей ремесленной палаты, значит, чтобы вот эти волонтеры будут обучать гончарному, там, изготовлению сувениров и так далее, через организацию мастер-классов, выставок. Это, значит, и подобные вот этой всей работы, что, во-первых, адаптация, и, во-вторых, удовлетворение. Конечно, творческое самое удовлетворение. Да, к сожалению, сколько людей. Вот выброшены они, ну, может, грубое, да, слово, но что делать? Ну, остались где-то на обочине. Да, да, а у них столько всего. То есть вот этот проект, вот, тоже он интересен. Ну и Кельмесь. Кельмесь, еще одна инициативная группа. Да, это тоже инициативная группа. Это вот связано с... Мир без границ называется. Да, мир без границ. Это вот как с точки зрения Кельмези, что значит мир без границ? Они, потому что вот взяли, опять же, целевую аудиторию пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Ну, то есть вот инвалидов. И цель... То есть создание безбарьерной среды, как это у нас там? Цель повышения, да. Но через кого? Это вот они уже в июле должны 15-го числа уже запустить свой проект. Значит, фестиваль народных промыслов, когда у них там как раз будет. Затем организовать походы. То есть это еще и водное путешествие. А, по реке. То есть это реальное продвижение, расширение границ, да? Без границ это... Они хотят это в границах своего района сделать. Ну, по крайней мере, расширение границы каждого личного человека. Да, а людей. То есть, что вот я, например, вот когда читал, потому что у нас там коллеги наши, калининградские, уже это лет 5 уже делают. О, как. Владимир Иванович, к сожалению, пора нам завершать. Времени больше нет практически. Одно лишь хотим узнать. В следующем году все, без вопросов, без проблем, снова участвуем в активном поколении. Ну, я думаю, да, потому что второй год показал, что, как бы, задор не прошел. И, что, видите, ой, что и, значит, вот и денег мы получили больше. Больше, да. Да. В общем, держите марку. Мы чем сможем, поможем. Чем сможем, поможем. Держите в курсе. Удачи вам. Спасибо, Владимир Карабанов, координатор проектов Кировской областной общественной организации «Знания». На этом мы прощаемся. Николай Голиков, Владимир Сметанин. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова